Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу, святому, друзья. Приветствую всех именем Господнем. Вот сейчас жду пастора Константина. Он должен подъехать в эту субботу, даст Бог, буду у них в церкви здесь проповедовать, в Киеве. Вот, и адрес, контакты я все выставлю, значит, у себя в социальных сетях, и, значит, обязательно, и, значит, на Фейсбуке. Но я знаю одно уже, что с 11.00 у них служение, здесь, возле метро Черниговская. Станция метро Черниговская, это вот даже между Черниговской и Дарницей, вот у них там как раз арендованное помещение. Вот, так что, вот так, и давно уже не видел пастора Константина, соскучился уже по нему. Вот, в Киеве много и новых друзей, каждый раз появляется, много встречаешь новых людей, верующих. С разных церквей, разных конфессий, разных деноминаций. Но очень приятно видеть своих старых друзей, старых товарищей, с кем уже давным-давно уже не виделись уже, слава Богу. Вот так вот, так что в субботу в 11.00 здесь буду я, вот, это здесь между, ближе к Черниговской, наверное, в субботу. Ну, между Черниговской, Дарницей, храм, или собор Христа, по-моему, так называется, по-моему, да? И там разные помещения у них в этом храме есть, в соборе. И там, значит, арендуются помещения разными церквями протестантскими. Там, по-моему, СНЛ там находится, тоже как раз, вот он говорил, СНЛ, это христианское телевидение. И находится там много-много разных миссий и церквей. Там и ночная молитва проходит, киевской, еврейской, мессианской общины. Вот, и там проходят служения, наверное, я думаю, каждый день там есть собрания какие-то. Вот, я думаю, что и там тоже будем арендовать помещение. Как раз удобно возле метро Черниговская, очень удобное расположение. Вот, а сейчас готовлюсь, конечно, к семинару, потому что сам семинар будет сегодня с 15.00, семинар «Свобода от религиозного оккультизма». И буду отвечать на вопросы, уже приготовил некоторые темы, приготовил из старых вопросов, значит, уже как бы некоторые такие развил темы. Вот, но более глубокий, конечно, семинар, более подробный семинар я планирую провести чуть позже, уже в августе месяце. Молитесь, друзья. Друзья, сегодня, я думаю, что многие из вас уже посмотрели, судя по просмотру, уже многие посмотрели. Сегодня здесь утренние молитвы я записывал сегодня. Вот, и совершал хлебопреломление сегодня. Хлеб и вода, но, по милости Господней, тело и кровь Господа Иисуса Христа. Об этом сегодня тоже как раз говорил. Вот, и потом здесь в парке, вот, я перешел туда, на ту сторону, и в парке прогуливался парк Киото. Вот он, туда станция метро Лесова, лесная, а там метро Черниговская. Вот, получается, между Лесной и Черниговской, вот как раз этот парк Киото. А дальше, за Черниговской, туда уже как раз, вот туда и Собор Христа. Вот, по этой стороне Андрей Малышко. Очень интересное место, связано со многими такими хорошими воспоминаниями. Вот, и, конечно, если получится там арендовать помещение, я говорю, это удобно очень, потому что рядом станция метро Черниговская. Очень удобное расположение, и удобно приглашать людей, как раз, отовсюду. Вот, по Киеву сейчас все-таки удобнее именно метро добираться, потому что очень большая запруженность на дорогах. Много очень автомобилей, дорогих автомобилей. Уровень жизни, конечно, повысился. Хотя, по традиции такой старый, люди плачутся, что жизнь тяжелая. Нет, жизнь, конечно, сейчас тяжелая, значит, кому же легко сегодня. Но, в общем-то, киевляне, в общем-то, так вот живут, смотрю я, зажиточно сравнительно. Вот, и самое главное, конечно, чтобы здесь, вот, именно в Киеве, на берегах Днепра славилось имя Господа. Вот, чтобы люди не забыли за этой суетой, добыванием, зарабатыванием денег, значит, материальных благ, чтобы в погоне за хорошими автомобилями, там и прочее, чтобы не забывали о самом главном. Вот, чтобы не забывали, что все это временно, на самом деле. А, вечен Бог, вечная жизнь впереди у нас с Господом. Вот так вот, друзья, благоставляю всех вас, вот, и жду на семинаре. Вот, но те, кто не сможет быть онлайн, то тогда уже в записи посмотрите сам семинар. И жду ваших вопросов, потому что для меня это даже очень важно. Не только я отвечаю на ваши вопросы, и не только это вам важно. Даже в большей степени я так рассуждаю, мне это важно самому, потому что из этих потом вопросов, ответов я развиваю тему дальше и дальше. Вот, я уже знаю, что людям, как бы, хочется услышать, что нужно узнать людям актуально. Потому что, в принципе, тема огромная, и я могу, ну, будем так, и проводил уже не раз семинары, такие, ну, две недели, три недели, четыре даже недели. То есть объем информации огромный, и тема очень актуальна и большая. Но хочется, я учусь, 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 каждый день учусь. И учусь сейчас краткости, потому что привык к лекциям, к большим лекциям, ну, хотя бы к часовым. Ну, ложиться в 10-15 минут, то, что обычно я в час укладываю, ну, мне пока это очень трудно. Но учусь, Господь да поможет. Благословен Господь, Бог наш. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, дамы и господа, братья и сестры, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Сегодня 24 июля 2018 года. Мир всем вам. Аллилуйя. Вот здесь.